Привет, друзья! Меня зовут Кирилл. На этом канале мы изучаем английский язык и исправляем самые типичные ошибки в речи. Сегодняшний урок посвятим словам good и well, которые часто путают между собой и взаимозаменяют, что является ошибкой. Это была бы очень простая тема, если бы не было большого количества не вписывающихся в рамки правил исключений. Так что давайте разбираться. Путаница между словами well и good возникает из-за сходства значения. Давайте подумаем, как правильно сформулировать следующие предложения. Он хорошо поет. Как мы скажем, he sings good или he sings well. Она хорошо говорит по-английски. She speaks English good или she speaks English well. Если вы выбрали в обоих случаях вариант swell, то вы абсолютно правы. Good в этих случаях использовать нельзя. И пусть вас не сбивают слова песни I feel good. Об этом немного позже. Если мы посмотрим на слова good и well с точки зрения грамматики, то обнаружим, что они являются разными частями речи. Good – это прилагательное. Well может быть наречием, но также может являться и прилагательным. Этот момент имеет для нас большое значение, потому что в английском языке прилагательное относится к существительному. Так как слово good – это прилагательное, оно должно определять существительное. Например, она хороший человек. She is a good person. Эта книга хорошая. This book is good. Поэтому мы не можем сказать, он поет хорошо, he sings good. При помощи слова хорошо описывается уже глагол поет. Поэтому мы скажем, he sings well. То же самое происходит и в следующем случае. Например, она говорит по-английски хорошо. При помощи слова хорошо мы описываем действия, способность говорить, то есть глагол speak. Поэтому мы скажем, she speaks English well. В то же время, если мы немного переделаем эти предложения и захотим сказать, он хороший певец, в этом случае выбираем прилагательное good, которое относится к существительному певец. He is a good singer. То же самое здесь. Ее английский хороший. Her English is good. Как видите, все сопоставляется с русским языком. Кто-то что-то делает хорошо – well. Что-то хорошее или кто-то хороший – good. Давайте немного потренируемся. Эта пицца очень хорошая. This pizza is very good. Он дал мне хороший совет. He gave me some good advice. Это хорошая новость. This is good news. Она хорошо сдала экзамен. She did well in her exam. Он очень хорошо играет в футбол. He plays football very well. Ты хорошо сделал свою работу. You did your job well. В то же время это предложение можно сказать иначе. You did a good job. Здесь уже характеризуем существительное job. И еще несколько примеров. У него хорошее здоровье, так как он хорошо питается. He is in good health because he eats well. Скорее поправляйся. Get well soon. Ничего сложного вроде бы нет. Однако, как обычно, не все так просто. Слово good все-таки может употребляться после некоторых глаголов. Глагол номер один. To feel good – быть в хорошем настроении. I feel good – значит я нахожусь в прекрасном расположении духа. Мне хорошо, я кайфую. А вот I feel well – значит я хорошо себя чувствую физически. То есть здесь речь идет о состоянии здоровья. I'm not feeling very well today. Я сегодня себя не очень хорошо чувствую физически. Следующий случай. To look good – хорошо выглядеть. You look good – ты хорошо выглядишь. Здесь речь может идти о наряде, о прическе, о хорошем цвете лица. Третий глагол. To smell good – хорошо или приятно пахнуть. What smells so good? Что так хорошо пахнет? Теперь речь о вкусе. To taste good – быть хорошим на вкус. This cake tastes very good. Этот торт очень вкусный. И еще один случай. To sound good – хорошо звучать. The singer sounded very good. Певец звучал очень хорошо. Также особенно в американском английском, в разговорной речи вместо слова well может употребляться good в таких предложениях. Как поживаешь? Хорошо. How are you doing? I'm good. Мое свидание прошло хорошо. My date went good. Подводим итог. Если мы характеризуем глагол, употребим слово well. He drives well. Если характеризуем существительное, употребим слово good. He is a good driver. С глаголами look, taste, sound, feel, smell употребляем good. Если говорим о состоянии здоровья, то используем well. To be well – быть здоровым, быть в порядке. To get well – поправиться, выздороветь. To feel well – хорошо себя чувствовать. Надеюсь, этот урок оказался для вас полезным. Обязательно потренируйтесь в комментариях. Вставьте good или well вместо пропусков в следующих предложениях. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Полезные ссылки на другие учебные материалы находятся внизу в описании под видео. Заходите ко мне в Instagram, там мы разбираем еще больше типичных ошибок. С вами был Кирилл. Скоро увидимся.